В интернете сегодня появились подробности истории с летающими деньгами на Невском проспекте. В минувшую субботу, 26 мая, из окон дома Зингера в толпу прохожих были выброшены бумажные самолётики с прикреплёнными пятитысячными купюрами. Но теперь уже почти нет сомнений, такой подарок ко дню города горожанам, возможно, преподнёс создатель ВКонтакте Павел Дуров. Он, в общем-то, и не отрицает. Интернет-сообщество тут же разделилось. Кто-то оправдывает Дурова и кивает сукаризной в сторону толпы, бросившейся в драку из-за денег. Ну а кто-то в знак протеста удаляет свой аккаунт из социальной сети. Роман Закурдаев попытался быть беспристрастным. Бумажные самолётики с пятитысячными купюрами на борту, может быть, и вылетали из окон центрального офиса ВКонтакте, но наглядного подтверждения того, что деньги в народ запустил именно Павел Дуров, нет. На снимках, которые опубликовали блогеры, основатель популярной социальной сети лишь мирно выглядывает в окно. И не больше. Хотя на вопрос, Павел, зачем вы выкидывали деньги, в своём микроблоге Дуров написал. Коллеги решили поддержать атмосферу праздника в виде небольшой акции, но пришлось быстро прекратить. Народ стал звереть. А это уже кадры с камер наружного наблюдения, на которых зафиксирован момент, когда толпа людей бросается к дому Зингера, чтобы поймать летающие деньги. Хотел запечатлеть день рождения Петербурга, а попал на соревнования по прыжкам в высоту за деньгами. Тем самым, субботним вечером фотограф Михаил Арестов был у центрального офиса ВКонтакте. Начали, когда купюры кидают сверху, внизу было на Невском автомобильное движение перекрыто, то есть были люди. Ну и всё увидели, начали подпрыгивать, соответственно, кто поздоровее, мужчины выпрыгивали, как в баскетболе. Ветром сносило купюру, то влево, то вправо, соответственно, эта толпа также двигалась. Из центрального офиса ВКонтакте на Невский проспект, по рассказам очевидцев, приземлились около 10 купюр, в достоинствах 5000 рублей каждая. За деньги Дурова люди чуть ли не в рукопашную пошли. Я не видел там драк каких-то или что-то такого, а не крови, но вот в этом движении толпы, я видел, как, например, две девушки просто упали как бы на асфальт. Уже через пару часов в ЖЖ, да и в самом ВКонтакте появляются первые комментарии. В идеальном мире люди заворачивали бы купюры в камушки и, веселясь, бросали бы их обратно в Дурова. Люди вели себя, как обезьяны, а позор Дурову – ну-ну. Да, сама видела. Мы стояли у метро, он высунулся в окно и кинул купюру. И снимал на айфон людей, которые кинулись ее ловить. Это было ужасно. Причем его это веселило. Позже люди начали кричать, что это свинство. Он закрыл окно и прекратил это реалити-шоу. Инцидент с участием Дурова сегодня прокомментировал Николай Валуев. Экс-чемпион мира по боксу еще в начале мая закрыл свой аккаунт ВКонтакте. Я скажу проще. Человек, когда хочет сделать добро, он его сделает это добро по-тихому. И если уж взять и посчитать те деньги, которые он выбросил, он мог бы спокойно, ну, допустим, пожертвовать какому-нибудь детскому дому. Сегодня с сайтом Дурова официально распрощался еще один депутат. Правда, не Государственной Думы, как Валуев, а Законодательного собрания Петербурга. В знак протеста на акцию Дуровой компании народный избранник удалил свой аккаунт с сайта ВКонтакте. Роман Закурдаев, Ирина Трегуб и Елена Баранова. Последние известия. Петербург.